Добрый день Виктор Вячеславович Алексей, очень хороший вопрос Внимание господина Назарбаева к Монако, к Лазурному берегу Франции, оно неспроста, я просто вспоминаю, что Лазурный берег Франции и ряд других территорий, которые сегодня просто скуплены бизнесменами. Казахстанскими и ближайшими соратниками Назарбаева, у которых великолепные дома с выходом на море, с причалами яхты и так далее. И внимание Назарбаева приковано было к этому региону довольно-таки очень пристальное. Когда три года тому назад мы были в Монако, приехали на несколько дней, и вдруг зайдя в ресторан, официант узнав, что мы из Казахстана, так разговор зашел, говорит, а я вчера здесь принимал вашего президента Назарбаева с его молодой женой, высокая, худая такая. Вот я их принимал, я их обслуживал. И хотите покажу, показывает нам на рейде стоит огромная яхта. Он говорит, 140 метров длиной яхты, это вот его яхта стоит. Мы видели. Внимание господина Назарбаева к Монако, оно вполне очевидно. Я думаю, что в начале Назарбаева своего пути хотел основаться в Швейцарии. Сита были открыты здесь, в Швейцарии, и Казахгейт начался здесь, в Швейцарии. Я думаю, что сегодня душа господина Назарбаева уже мечется, подходит в тот период времени, когда необходимо останавливаться где-то, принимать решение, где же будут проживать его ближайшие родственники, если вдруг что-то с ним произойдет. Так Монако выбрано, наверное, не зря. Я думаю, что в данной ситуации Елбасы Назарбаев хотит быть похожим на Агахана. Агахана? Это вот того самого Агахана? Того самого Агахана, который в Сардинии сделал свой лазурный берег, который в далеком 60-м году там бросил якорь, и затем выкупил землю, вы помните, сделал там один из самых лучших курортов в мире. Так я думаю, что господин Назарбаев сегодня председает такую же цель, чтобы бросить якорь в Монако. Такима однозначно вложить туда какие-то свои финансовые ресурсы для того, чтобы получить, так сказать, убежище там или проживание там, и получить право на проживание в этом замечательном месте Монако. Виктор Вячеславович, вот все-таки я не очень понимаю, в чем может быть схожесть Агахана и Назарбаева, бывшего портработника. Есть горячее желание, наверное, повторить или подражать Агахану, то есть вложив деньги в развитие Монако, получить благословение принца Монако и получить право на проживание в этом замечательном месте. Я только вот здесь такую связь усматриваю с Агаханом. А так вы абсолютно правильно говорите, тот человек совершенно, будем говорить, религиозный, но очень продвинутый, очень грамотный. Закончил с отличием Гарвард, вы помните. И этот человек, который от королевы получил звание его высочества, от шаха Ирана Алилиза Апихреви получил звание его королевское высочество. Но Назарбаева пока никто таких званий не дал, высочество его, королевское высочество. Получить к той Нобелевской премии, которая стремится уже в течение последних, наверное, 10-12 лет, еще получить такое звание. Я усматриваю здесь, Алексей, вот такой момент, что вот в этом замечательном месте, поскольку Швейцария на сегодня, я думаю, что для пенсионера Назарбаева будет закрыта, для членов семьи будет тоже закрыта. Франция, в принципе, возможен Лазурный берег, но Франция – это такое государство, которое, помните, когда российские бизнесмены скупили много вилл на Лазурном берегу, как поднялась Франция, что сегодня Лазурный берег стал русским. Поэтому там могут быть непредсказуемы какие-то моменты, которые могут в один миг изменить ситуацию, не в пользу того, кто туда приедет и вложит свои финансовые ресурсы, и хотит получить покровительство этого региона. Ну а вот, Виктор Вячеславович, как Вы считаете, это реальный, так скажем, бизнес-план, или это все-таки из области фантастики, как это, например, с Нобелевской премией мира? Я думаю, что в этой ситуации он, конечно, вложит туда финансовые ресурсы, но не свои собственные. Он туда вложит финансовые ресурсы по договоренности с принцем Монако, хотя сегодня земли в Монако практически уже использованы, и прошла информация, что сегодня правительство Монако строит, уже отвоевывает территории у моря, то есть производится отсыпка, используется все возможное, что можно там использовать, и расширяется и граница с помощью отсыпки территории и строительства уже на тех участках, которые раньше занимало море, морское побережье. Вот я думаю, что в этой связи, и причем, что характерно, как вот Вы сказали, что не могли найти никакой информации, я тоже посмотрел внимательно информацию о его визите в Монако, и там единственное, что говорится, что в соответствии с той декларацией, которая была подписана в ноябре 2012 года, при проведении официального визита принца Монако в Астану, вот в строгом соответствии с декларацией были подписаны какие-то документы, учредительные, хотя не документы, а были подписаны протоколы намерений по созданию того или иного вида бизнеса в Монако. А саму декларацию 2012 года так я тоже не нашел, поэтому твердо убежден, что взор Назарбаева на Монако обращен неспроста. Он организовал, значит, выставку Грейс Келли в Астане, а если внимательно посмотреть спонсором, кто выступил, это компания Элитстрой, которая принадлежит сегодня Алие Назарбаевой, младшей дочери, она выступила генеральным спонсором по проведению выставки Грейс Келли в Астане, а почетным консулом Монако в Астане стал руководитель компании Элитстрой, там есть такой Кайрат, он стал почетным консулом Монако в Казахстане. То есть, как мы видим, что все близкие, родственные лица, которые сегодня взялили на себя, так сказать, ношу, выстраиваем взаимоотношения между Казахстаном и Монако. Ну, под Казахстаном подразумевается, конечно же, клан Назарбаева, семья Назарбаева. Мы это видим, что там будет заниматься только Назарбаев со своей семьей. Вероятнее всего, и Алия будет в дальнейшем там проживать, и Динара, возможно, из Женевы, из Швейцарии переберется туда, и Далига, наверное, уже там имеет свои, так сказать, площади. И сам Назарбаев глаз положил для своей молодой жены и детей от третьей женщины Назарбаева. Так что я усматривал вот такую связь, Алексей. То есть выезд такой с левого берега Астаны на, какой уж не знаю, берег Монако. Вы упомянули вот всю эту швейцарскую историю, которая была в начале века у всех на устах, и в том числе, ну, это, конечно, было связано со счетами Назарбаева Абишевича. Одним из героев той истории была оппозиционная тогда журналистка Лира Максотовна Бесеитова. И вот в каким-то странным повороте исторического такого вот круга она вдруг неожиданно оказалась в новом фокусе. И, в частности, каким-то образом, судебным образом связана с вашей семьей. Вы не могли бы прокомментировать, что вообще происходит реально? Алексей, я одно могу сказать, что я очень хорошо знаю Лиру Бесеитову. И она очень хорошо знает меня. И она прекрасно понимает, что я знаю всю ее историю. И об этом неоднократно мне говорил и Рахат Алиев о истории Лиру Бесеитову. Но мне то, что сказал Рахат Алиев, является просто определенным дополнением к тому, что есть на самом деле. Мне просто по-человечески жаль эту женщину. Да, бесспорно, то, что произошло в ее семье, не дай Бог никому пережить, но в данной ситуации я бы просто пожалел эту женщину. Она совершенно не знает ни моего младшего сына, ни нашего слевелого младшего сына, ни старшего сына. И она ничего не может нормально по-человечески сказать. И вы правильно отмечаете, что она была в оппозиции к режиму Назарбаева. Она была в команде Кожигельдина. И вдруг сейчас выступает на территории, так сказать, на стороне Назарбаева. Меня это удивляет. Если ты уж политический деятель, и ты получила дивиденды на фоне критики режима Назарбаева, так ты будь последовательна. Я вот почему говорю, что мне просто жаль эту женщину. Она живет здесь, она нуждается в финансовых ресурсах, она не знает французского языка. И так уверенно заявляет о том, что Лейла судится в пользу Даниэля, младшего сына. Это просто с ее стороны, я бы сказал, нагло, непорядочно, не понимая, не зная ничего, вдруг по указке из Астаны давать какую-то информацию. Спасибо вам большое за интересное интервью, Виктор Вячеславович. Удачи вам. Спасибо, Алексей, вам. Всего доброго.